Все профессии, связанные с инфотехнологиями, в настоящее время являются наиболее востребованными в мире. Высшая школа Майнер предлагает несколько специализаций данной профессии. Упускники с дипломами об окончании данной специализации могут работать не только в Эстонии, но и за ее пределами, так как степень интересов специалистов такого рода очень высока. Во всех учебных центрах школы эта специальность очень популярна. Студенты часто выбирают специализацию администрирования сетей, куда входят веб-дизайн и программирование. Немного подробнее об этой специальности рассказал заведующий Нарским учебным центром Высшей школы Майнер Юрий Бараев. Составилось мероприятие в Нарском учебном, профессиональном учебном центре, где мы рассказывали выпускникам учебного центра о возможностях различных специальностей. Я подготавливал доклад по поводу инфотехнологии. И вот во время работы над этим докладом выяснились очень интересные факты, что, например, востребованность ИТ-специалистов в Европе очень высока. В частности, в Англии специалистов такого профиля, как выпускает Высшая школа Майнер, имеют довольно высокую заработную плату, изначальную высокую заработную плату и довольно большое количество свободных мест для этих специальностей. В Эстонии уже несколько лет подряд Министерство образования выделяет самое большое количество бесплатных мест для подготовки ИТ-специалистов. В первую очередь это связано с тем, что элементы инфотехнологии все больше входят в нашу повседневную жизнь. Еще 10 лет назад не было такого широкого распространения мобильных телефонов и мобильных устройств, которые интегрируются на базе компьютерного программного обеспечения. Однако сейчас даже бытовые приборы могут управляться через компьютер. Взять, к примеру, недавний переход Эстонии на дигитальное телевидение, что тоже дало возможность использовать компьютерные технологии для различных мультимедийных проектов. Специальности инфотехнологии – это специальности будущего, которые развиваются стремительнее всего. И, соответственно, на рынке у нас таких специалистов всегда не хваток. Но, например, в Нарве у нас много молодых людей, которые успешно занимаются различными вопросами, связанными с инфотехнологиями, но большинство этих людей не имеют академического образования в этой сфере. И здесь я хотел бы добавить следующее, что Эстония и рынок труда Эстонии, в первую очередь, подходит к такому рубежу, который, например, в Европе уже давно был преодолен. То есть этот рубеж означает, что если фирме нужен какой-то специалист, то первое условие для дальнейшего рассмотрения кандидатуры – это наличие определенного уровня образования. То есть если этого уровня образования нет, то дальнейших разговоров с работодателем как бы может и не получиться вообще. Но на сегодняшний день многие работодатели все-таки в первую очередь смотрят на практические навыки человека, а потом на уровень образования. Но эта ситуация, она стремительно меняется, потому что в Европе, в частности в Англии, например, невозможно найти работу по такой специальности, если у вас нет официального образования в этой сфере. Да не только в этой сфере, а во многих других тоже. Юрий Боряев советует всем молодым людям, которые сейчас стоят перед выбором своей дальнейшей профессии, подумать о специальностях, которые связаны с инфотехнологиями. Это эффективный склад своего жизненного времени и средств в будущее.